Трудовой стаж Надежды Неверовой – 51 год. С 1969-го она трудится на Нарьиномарском мясокомбинате. В округ приехала сразу после окончания института. Сегодня Надежда Неверова удостоена знаком отличия Нейнского округа трудовая доблесть. Я просто выбрала этот пункт назначения, это предприятие, поскольку выбор у нас был. Мне хотелось самостоятельной работы, а здесь была именно работа самостоятельная. И вот с 1969-го года я здесь и работаю. Среди награждаемых и Луиза Хозяинова. Секретарь Нейнской местной организации Всероссийского общества слепых получила профессиональное звание почетный общественный деятель Нейнского округа. Я начала работать с 1957 года, с 1 августа 1957 года. И вот в 1990-м году на рыбокомбинате я работала. Там 33 года почти что-то работала. А потом пошло сокращение. Кого в первую очередь сокращают? Пенсионеров. Я попала под сокращение. И мне предложили вот эту работу. И вот я пришла, Борис мне рассказал о своей работе, то, что ему нужен такой секретарь, и ездить, и надо, говорит, и по пунктам ездить, и все. Я говорю, ну я согласна. Работать с людьми, имеющими ограничения по здоровью, непросто. Луиза Хозяинова отмечает, для этого необходимо обладать определенными качествами. Он должен добрый, он должен сочувствовать и честный во всем. Потому что с этим человеком надо работать честному человеку. Там же с деньгами тоже надо делать. И поэтому вот добрым. И любить людей. Любить людей надо. Когда ты любишь людей, ты всегда окажешь им помощь. Всего заслуженные награды сегодня получили 15 человек. Это представители транспортной отрасли, энергетического комплекса, рыбного хозяйства, культуры и связи. Каждый из них внес весомый вклад в развитие Ненецкого округа. Ну, округ – это не только территория на карте. Это прежде всего люди, удивительные люди. Несколько поколений людей, которые трудились и в настоящее время трудятся для того, чтобы округ процветал. Памятные подарки в день рождения региона вручили и почетным гражданам Ненецкого округа. Римми Костиной, Ульяне Истоминой и Александру Безумову. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».